всем привет мои хорошие начинаю новый влог сейчас мы будем делать тортик без выпечки я купил коржи уже к сожалению вам не покажу потому что начала делать и думаю блин а девчонка уже снять пел коржи обычные да такие бисквитные белый чем черничный и взбила крем крем здесь сыр творожный творог бежен лук без всего сыр творожная баночка 200 грамм на 0 180 и творог обычный и это все сбила погружным блендером крем получился такой густой сейчас коржи смазываю черничным же джем вместе с ягодками лопаточкой кстати выбирали коржики пропитать будет очень вкусненько потом слой крема потом опять корж смазываю джемом слой крема кстати готовлю вот из-под коржей вот в этой штуке в крышке мне кажется это очень удобно и практично да выкладываю крем такой-то у меня по густоте получился и этой же лопаточкой буду так тихонечко распределять риска здорово взбился прям как взбитые сливки по консистенции мазала теперь кладем сверху другой корж так где он у нас такой красивый сейчас девчонки чтобы ровно вот положили другой коржик смазываем джемом снова творог точнее крем средний корж то же самое сейчас будет джем и сверху крем тортик готов можно сверху чем-нибудь украсть но я не хочу перегружать потому что мы так джем сейчас я оставлю на 15 минут в морозилку чтобы творог схватился и не расплылся вот такой получается тортик как бы простой незатейливый но легкий относительно легкий да и очень вкусный девчонки пришла классная коробочка с почты забрала с крутыми подарочками на новый год своим любимым близким сейчас вместе с вами посмотрим что там все покажу расскажу все распаковала все разложила девчонки это магазин тайник маловара смотрите вот как он называется я вам ссылочки все на соцсети этого магазина оставлю под видео проходите смотрите здесь вот есть телефон даже если что высылают в любой город это бомбочки это потрясающие подарки которые вот я люблю такие подарки на новый год получать вот знаете вот даже чисто символически друзьям знакомым бомбочку или какой-нибудь вот такой красивый набор смотрите вот продукция натуральная посмотрите какая прелесть это наверное ягодка здесь это что-то с чем-то такой аромат стоит мешочек солью смотрите какая красота ну это это вообще восторг это просто восторг вот такая мандаринка как здорово упаковали сушки прям с листиками это мыло ручной работы представлять еще какая красота настоящему мужчине это подарок я еще не решила кому пока подарю я набрала а уже раздаривать буду после так и у нас здесь еще получается сколько всего 4 коробочки и вот таких бомбочки и 4 коробочки давайте сейчас какую-нибудь с вами хотя бы откроем посмотрим потому что мне очень интересно все это откроем всех чего что я потом обратно спокойно так главное сделать это аккуратненько боже мой я не думала что это на самом деле так красиво в жизни вы посмотрите это мыло как она пахнет девочки вы себе не представляете боже мне кажется вот это я ставлю себе точно к новому году новогодняя тематика там заказать можно все что угодно можно символ года можно тигрика заказать все как бы сделают все отлично можно посмотреть в группах на готовые работать это божественно так аккуратненько убираем с вами я потом ленточкой аромат такой стоит невероятный следующая коробочка это булочки это булочки так как у меня очень сильно любит бомбочки ксюша я заказала ей смотрите как рафаэл очки это ксюша это я никому не подарю понюхаем пахнет натуральными маслами эфирными у меня было такое масло я забыла девчонки я забыла как она называется вот ей богу пахнет натуральными маслами вы представляете вот такой вот президент получить сейчас мы уберем вот такой вот коробочку красоты но это невероятно так дальше настоящему мужчине набор аккуратненько с вами откроем аккуратненько потому что его я скорее всего кому-нибудь подарю ничего себе кошелек слушайте кошелек это вообще что-то с чем это мыло вы представляете денежка но игрушечная девушка конечно но все тематически бомбочка запах какой запах крутой мой пахнет очень здорово там такой мужской аромат но не сильно бьет нос не сильно навязчивая и вот такая как здорово представляете как как сделано мыло лучше тут можно подумать что это настоящий кошелек но прелесть вообще молодцы приятно в любой сфере жизни иметь дело с профессионалами со мной согласитесь конечно да я уверена последняя коробочка счастья я знаю там тоже что-то невероятное я просто не представлял что-то в жизни выглядит так вот символ года с новым годом и тигреночек это мыло и это мыло посмотрите какая прелесть тоже пахнет какими-то эфирными маслами я чувствую здесь даже по моему либо апельсинчик либо мандаринчик но больше апельсинчик тигреночка на такой подставочки вы посмотрите какая прелесть это что-то с чем-то девчонки я невероятно довольно я когда выбирал я не представляла даже что это будет так круто это просто невероятно вообще супер пишите что думаете по поводу таких подарков на новый год потому что надо уже начинать потихоньку готовиться для своих близких потихонечку запасаюсь подарками пишите что вы будете дарить контакты на магазин оставляю все под видео проходите все ссылочки вы там смотрите знакомстве этом когда выбирала я в лавшоке просто отработал насколько вот люди умело владеют руками могут творить такие вот чудеса всем привет еще раз у нас утро хотела вам рассказать одну душесчипательную свою историю потому что она может быть как будто полезно все таки тупанула я очень сильно тупанула если вы помните я заказывала васильке последний заказ костюм пыльной розы розовый который с начесом да я тут решил его постирать чтобы он подсел потому что великоват вот думаю постираю на 60 градусах на тысячи оборотах подсядет хлопок все таки она мало того что он не подсел может быть на пол размера где-то от силы это ладно он весь покрылся катышками не повторяйте моих ошибок вот такие костюмы теплые стирайте только на деликатном режиме а лучше ворачиваться наизнанку и в режиме шерсть машин это во-первых но я нашла выход я заказала на вайлберрис машинку для удаления катышков причем думал сначала взять такую получше от сети надо было так и сделать здесь расход батареек будет не ну не сильно большой я сейчас вам все покажу все расскажу наглядно вот но выбрала по моему за 440 рублей если кому-то надо ссылку пришлюсь вот она понравится вам сейчас я вам покажу как она работает если у кого-то тоже такая проблема есть и вы не знали как ее решить до взяла такую вот средней ценовой категории вроде отзывы почитала хорошие и собственно говоря приступила к бритью костюма девчонки я штаны уже побрила толстовку еще нет слава богу все убирается потому что его ни разу не одела ну жалко же но капец как жалко вот еще сейчас вам отзыв на лак фаберлик оставлю вы просили вот этот вот блески думаю здесь его оставлю потому что девчонки просили давно так я вам сейчас покажу как я побрил штаты покажу машинку в действии как я буду брить толстовку это очень долгий процесс что наберет два дня с учетом того что ну как бы я потихонечку до подойду немножко подреем так что-таки мелкое времени нету совсем а вообще процесс очень трудоемкий и долгий смотрите как выглядит толстовка так вот толстовка издалека не видно сейчас я вам покажу катышки фокус фокус вот видите вот она вся вот в таких катышках вот они штаны я их уже побрила все они хорошенькие катышков нету они все были девчонки такие вот сфокусировался все штаны я уже побрила с ними все нормально слава богу вот она машинка в общем не знаю что за марка я брала по отзывам самую дорогую брать не стала она работает от батареек здесь две пальчиковые батарейки и тут в отсеке они у меня были не новые и уже подсаживаются сегодня надо будет купить батарейки для бритья толстовки какая-то система лезвий я так понимаю да смотрите сколько я набрила со штанов это пол с половиной штанов потому что я уже вытряхивала представляете вот сейчас хорошо видно катышки вот она вся такая и штаны такие же были тоже покажу как она собственно говоря работает мы с вами включаем ее она сейчас загудит и я вожу туда-сюда из стороны в сторону общем это не быстро не сразу они все убираются вот но потихонечку вот так вот вводим возим сейчас какое-нибудь место чтобы вам хорошо было видно выберу потому что камера подсвечивает вот вот так вам сбоку лучше видно да когда показываю смотрите вот включаю начинает жужжать это понимаете лезвие вращается и вот так обрабатываем вверх и вниз ведь они как бы убираются все хорошо я когда отзывы смотрела я искала чтобы но воздух было видео смотрите что реально видите все убирается но это очень долго потому что их много маленьких которые вам камера но не очень хорошо передает да и приходится на одном месте долго вот так вот в разных направлениях поелозить но сама виновата нашла себе работу потому что костюм жалко да вот видите я здесь все убрала почти так в каком месте вам еще показать много их вот она их как бы сбривает в этом плане все нормально но приходится потрудиться до девчонки вот так легко можно найти себе работу на ближайшие несколько дней если вы как я решили постирать вещи не по инструкции вот такие дела так теперь отзыв на лак вы просили вот этот как долго держится к далее но имейте ввиду сразу что он у меня на гель ногтях но лаки с блестками всегда держится хорошо так у нас артикул 7870 вот он какой видите да показываю вам его поближе он нереально крутой им действительно если даже вы делаете гель-лак можно разбавить маникюр если вам надоел один тот я нанесла сюда на один ноготочек и видите как он начал слезать вот здесь вот сбоку тут еще остался даже сказку ну обычно здесь с конца всегда ногтя слезает здесь нет вот сбоку надо сейчас снять его жидкостью для снятия лака и другие ноготочки принципе то же самое вот тут он сбоку начал видеть и слезать наклеечка сидит под лаком да мы с вами клеили и здесь тоже получается вот сбоку как-то причем я не видела чтобы он отколупывался да вот так ну лаки с блестками они всегда держатся долго они всегда держатся долгой на своих ногтях и так далее ногти шероховатые если сверху покрыть каким-нибудь топчиком вообще продержится очень долго лаки достойные смотрится красиво можно наслаивать и поиграться я вообще такие лаки знаете для чего люблю использовать дизайнер новогоднем когда делаем какие-нибудь поделки может быть игрушки новогодним из ксюши любим делать сами из глины запекать и так далее и покрывать их потом такими лаками да как бы пригодится вот артикул название этого оттенка да так что мне понравилось смотрится интересно смотрится достойненько и держится долго а прошло сейчас скажем сколько прошло 12 дней уже 12 дней прошло где-то на 10 день вот он начался сбоку стираться с учетом того что сверху у меня не нет никакого перекрытия никакого топа просто блески поверх гель лака так что мой отзыв лак крутой лак красивый лак стойкий как и все лаки с блесками он прозрачный и в нем блески то есть он цвета ногтям особо не придает и лайки лучше удалять намочить ватный диск у меня самообычное фу очень вонючая бюджетная жидкость для снятия лака то что но я не пользуюсь до у меня гель покрытия поэтому взяла вот самый обычный дешевый приложите немножко подержать да потому что блески их с ногтя удалять тяжело да видите сейчас я попробую стереть все стерла в принципе все легко стираются гель лак остается на месте поэтому вообще я прям буду играться теперь с лаками на гель лаки когда мне будет надоедать дизайн дизайн тоже я хожу в месяц точно хожу можно играться вот такими вот обычными лаками так что все отлично спрашивали как снимается наклейка наклейка вместе с лаком видите просто частями как бы отдирается стирается и все все и нога чистый то есть наклейка она вместе с лаком потом тупо говоря вот так вот слезает не приходится не прилагать каких там особых усилий да все нормально вы просили рассказать про увлажнитель он у меня очень старый на самом деле занусь и мне до этого был другой я и тот и другой покупал вальдорадо ему где-то сушки ну лет пять минимум вот как он выглядит 15 часов модель уже не знаю естественно коробка не осталось индикатор отключения подсветка здесь есть ночник я вам сейчас все покажу 15 часов непрерывной работы больше не 15 регулировка пара да есть на что я обращала внимание при покупке потому что вещь на самом деле это нужно особенно если у вас есть дети если вы страдаете какие-то не какими-то хроническими заболеваниями легких влажность воздуха напрямую влиять будет на ваше самочувствие да поэтому вещь очень важная особенно зимой в квартире где есть отопление и в доме также где угодно да на что надо смотреть надо смотреть на мощность во первых прибора потому что в зависимости от того какие у вас площади какие у вас квадраты помещения вам настолько нужно как бы ну сильно что ли подачи воздуха до пара скажем так вот смотрим на это смотрим на мощность во первых во вторых смотрим на объем воды смотрим на объем воды насколько вы хватает вот здесь заявлено 15 часов но он работает больше если я наливаю его полностью он работает где-то часов 20 до потом приходится подливать воду 20 часов это вполне даже 15 нормально да если часов 6 это ненормально вам должно выхватать однозначно на ночь до чтобы он всю ночь работал у меня он сейчас работает круглыми сутками от с утра у нас кончилась вода заправляла я вчера днем его и сейчас я буду подливать воду воду конечно лучше заливать чистый видите у меня уже налет я периодически его чищу но тем не менее лучше заливать воду очищенную я по первости заливала дистиллированную я брала ее на работе но так как сейчас в декрете до дистиллированную воду покупать либо заливать очищенную у него но большой достаточно расход мы включаем его на максимум поэтому я заливаю тупую воду из крана собирается на лед я его чищу да потом на что еще нужно обратить внимание девчонки на что но у меня еще есть я вам показывала здесь такой как бы отсек куда я могу заливать сейчас достану вам покажу масло вот она такая желтенькая губочка да я сюда добавлять могу масло зависимости от того что я хочу сейчас у меня вот эти вот фаберликовский наливаем масло на губочку и вставляем обратно можно наливать можно не наливать хотите вы эту функцию не хотите это как бы дело ваше да ну вот на такие показатели я бы советовала обратите внимание сейчас их очень много смотрите на объем на объем воды то есть я говорю если это всего на несколько часов и подача пара будет низкая читайте отзывы смотрите на объем то смысла от него нет в идеале нужно купить конечно прибор который замеряет влажность воздухе но у меня его нет я и так понимаю когда влажность очень хорошая такого в этом году еще не было потому что у нас сухо осадков нет на улице до помещение проветриваем влажность в все равно в помещении сухая влажность сухая до его сказано вот а в том году когда то есть я вижу что достаточно почему туман в квартире туман в квартире это значит все хорош выключай влажность очень хорошая а сейчас он работает тупо непрерывно и тумана даже никакого нет сейчас пойдем с вами наливать воду у меня он вот так снимается и вот так потом обратно ставится почему стоит на полотенце потому что когда вы ставишь чуть-чуть воды проливается мимо такой отсек который откручивается и сюда наливается вода внутрь то есть вот так он вверх дном получается видите вот сколько налет уже лучше заливать девчонки воду конечно чистую нежели потом его чистить как я крутила и буду сейчас заливать сюда в самой этой штучки здесь есть еще вот такой фильтр здесь как такие знаете шарики вот он есть фильтр и он тоже вытаскиваете тоже моется ставила его обратно до наполнила водой вот видно воду здесь у меня есть начник теперь мы его включаем он начинает работать подавать пар чтобы убавить или прибавить вращается у меня вот это колесо вот я прибавляю подачу пара в обратную сторону убавляю на здесь есть начнику так хоп то есть у ночи светится вот таким вот синим цветом все пар пахнул добавляем масло если хотим если хотим не добавляем пар погнал помещение увлажняется и все отличненько вот так девчонки и она полную мощность его всегда включаю потому что очень сухо дома очень сухо это и для кожи полезно особенно у кого сухая кожа зимой у кого она сохнет из-за отопления это прям вот вещь незаменимая так что так девчонки если какие-то вопросы еще остались пишите под видео постараюсь ответить ну а в лоб свой на этом буду заканчивать всех люблю целую всем пока пока